Мордовия в антилидерах по смертности на дорогах хуже, чем у нас. ГАИшники не работают ни в одном другом регионе по Волжье. Интервью замначальника ГИБДД России Олега Панарьина радиостанции Коммерсант-ФМ ставит крест на региональном управлении ведомства. Олег Панарьин перечислил 10 российских регионов, где точно не смогут достичь целевых показателей снижения смертности в результате ДТП. Давайте же ознакомимся со всем списком. На сегодняшний момент с прискорбием мы должны сказать, что в 10 субъектах Российской Федерации это Калмыкия, Мордовия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Приморский, Хабаровский край, Амурская, Рязанская, Тамбовская области не смогут достичь целевых показателей. Это очень плохо для мордовских ГАИшников, потому что одной из главных причин высокой смертности они в свое время называли плохие дороги. Но в этом году в рамках соответствующего нацпроекта дороги приводят в порядок. И если бы люди на самом деле гибли только из-за плохого асфальта, ну смертность бы снизилась, логично, значит дело не только в дорогах. В чем же тогда еще? Возможно в очень-очень-очень плохой работе местной госавтоинспекции. В последнее время вообще создается впечатление, что ГИБДД превратилась в некий купюроприемник при республиканском бюджете. Есть ощущение, что главная цель ГАИшников – заработать как можно больше денег и при этом ничего не делать. Они жалуются, что не хватает инспекторов и одновременно тратят человеческий ресурс на сомнительные занятия. Давайте посмотрим, чем занималась ГИБДД Мордовии в последние несколько недель. И в этом нам поможет их страница ВКонтакте. Так вот, инспекторы побывали в роддоме, рассказывали молодым мамам про автокресло. На самом деле ведь больше никто не сможет нести эту информацию. Неделю назад посетили детсад в Зубовой поляне. Опять же, если не властелин и жезлов, то кто же еще расскажет малышам про ПДД? Воспитатели и родители этого делать явно же не будут. Ранее суровые госавтоинспекторы, гроза дорог и ужас, летящие на крыльях ночи с нарушителем правил, рисовали плакаты, водили хороводы, надували белые шарики, проводили линейки, плавали в бассейне, фотографировались с грантоедами и жутковатым малежом гаишника-мутанта. Еще были фотки с пиратами и белой коробочкой с неизвестным содержимым, которую кто-то пронес на территорию детского садика. Очевидно, именно эти действия должны снизить смертность в ДТП. Правда, с таким же успехом для улучшения показателей можно было варить ведьминское зелье, вызывать духов или носить шапочки из фольги под форменными фуражками. Хотя кто их знает? Ну, кто их знает на самом деле. В следующем году замначальника ГИБДД России обещал помочь коллегам на местах, чтобы все же хоть кого-то спасти, но прогнозировать резкое улучшение ситуации со смертностью в ДТП я бы не стал. Во всяком случае, работа ГИБДД Мордовии не дает этого делать.